Ползунки начинают забег по свистку судьи. Их задача как можно быстрее проползти 10 метров. Помогать маленькому спортсмену нельзя, но можно манить малышей игрушками, гаджетами и даже едой. Три победителя определялись в каждой возрастной категории. Все участники получили утешительные призы, а победители – призы и награды. Девятимесячный Артем Зинкин еще не умеет передвигаться своим ходом, зато отлично ползает. На первых жизнесоревнованиях он получил золотую медаль. Это первый забег. В принципе, никак не готовились, просто ползает. И все, ребенок решили поэтому поучаствовать. Ну, надеялись на победу. Очень рады, что победили. С помощью ребенка сейчас будем участвовать во всех таких мероприятиях. Вторая часть соревнований – гонки на телокарах. Задача – как можно быстрее проехать на машине, отталкиваясь ногами 25 метров. Родители здесь не помощники, но им разрешается подбадривать, уговаривать, заманивать маленьких водителей вперед. Купили домой машинку-талакары. Вот она. Понравилась ей. Теперь участвуем. Первый раз она ползала, второе место заняли. Второй раз просто присутствовали, поучаствовали. И вот решили в этот раз. Каждый год участвуем. Сегодня у нас выявлено 100 ползунков и 150 бонщиков на телокарах. Еще есть много желающих, которые не попали в основные списки. Бывают такие семьи, которые участвуют прямо с самого маленького возраста. И с года в год переходит другая категория или уже следующее мероприятие по возрасту. Бойцовский дух родители воспитывают в детях с детства. Здесь они смогли получить индивидуальные консультации специалистов в сфере здравоохранения, образования, психологии, логопедии. Наталья Китова, Рустам Рузии, в Тобольское время.